Уважаемые гости, компания CoderLine приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации 1S ERP. Мы будем говорить про производственный блок. На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, telegram контакты и адрес нашего сайта. Вести нашу встречу буду сегодня я, консультант-аналитик Гарда Швагалина. Вы можете, если по какой-то причине вам не удалось дослушать или время оказалось неудобным, можете обратиться на наш сайт. Через некоторое время мы выкладываем записи наших вебинаров и вы сможете в удобное время посмотреть его уже спокойно с чашечкой чая и в тапочках. Кроме этого, может, у вас еще какие-то материалы заинтересуют. Мы будем очень рады и будем благодарны вам за обратную связь. То есть вы можете задать вопросы, которые у вас возникнут. Вы можете какие-то темы, которые вам интересно показались обозначить. Мы с удовольствием проведем по ним дополнительные мероприятия. Значит, у нас в ЕРП возможно два вида обеспечения, которые в нашем случае позволяют контролировать состояние, то есть что заказано, что не заказано для наших заказов, то есть в какой стадии и что обеспечение, то есть что обеспечено или не обеспечено. Располагается это у нас в НСИ и администрирование, настройка НСИ, склад и доставка и обеспечение потребности. То есть у нас упрощенное может быть обеспечение потребности. В этом случае мы на основании тех данных, которые у нас по заказам сформировались, собственно, максимальный остаток на складе держим и, в общем-то, ничем больше не озабочиваемся. И расширенные в этом случае у нас предусматриваются способы обеспечения разных схем. И, собственно, это уже более подробное обеспечение. И, ну, вот считывает уже различные схемы, различные способы поддержания запасов и сроков, собственно, поставки, интервалов между поставками. Ну, то есть позволяет уже не держать максимальное количество товара на складе, а немножко сэкономить денежку и оперативно производить загрузку. Сейчас мы посмотрим слайдик, который демонстрирует вот именно этот аспект. То есть прежде чем перейти к рабочему месту, мы с вами можем дополнительные настройки выполнить. Сейчас мы переключимся в демо-базу. Вот таким образом. И посмотрим на местность. То есть все, что мы начинаем делать, мы начинаем делать с того, что мы проверяем настройки, которые у нас для данного раздела существуют. И уже после этого переходим к самому разделу. То есть мы сейчас с вами посмотрим настройки, которые у нас в складе доставка, настройка НСИ, то есть нормативно-справочная информация и разделов. И потом нас будут интересовать разделы склад и доставка. И здесь наше рабочее место в состоянии обеспечения заказов. Вот на него мы больше внимания обратим и про него будем более подробно разговаривать. Сначала, естественно, мы начинаем с настроек, с НСИ и администрирования. И смотрим раздел склад и доставка. Здесь нас интересует, в общем-то, вот этот пункт обеспечения потребностей. Естественно, все зависит от сценария, который будет в нашем бизнес-процессе предусмотрен. И, собственно, как мы планируем обеспечить себя необходимыми материалами. В первую очередь мы проверяем, чтобы стояли флажки про обособленное обеспечение. И вот такой флажок чекбокс стоял там, где у вас по вашему производственному циклу это необходимо. Поскольку у меня уже существуют какие-то документы, которые введены при этих настройках. Как у меня, например, вот этот флажок и есть, но он уже не активный. Остальные я вам могу до сих пор отключить или включить. То есть, если вы что-то забыли отметить, это не страшно, если вы точно знаете, что это в программе имеется. И просто видимость надо настраивать дополнительно. Значит, соответственно, мы проставляем флажки разрешить обособление товаров и работ сверх потребностей. Потому что бывает, что, например, если не хватило одной какой-то детали или одного элемента, то бывает достаточно проблематично и рушатся графики производства и так далее. Ну и, соответственно, мы выбираем обеспечение либо упрощенное, либо расширенное. Но мы не будем брать упрощенное, потому что оно, естественно, более сужен в функционал. Мы будем рассматривать расширенное. И вот дальше мы проставляем уже те отметки, которые нам необходимы. Здесь самое главное – внимательно читать вот эти подсказки, которые у нас почти под каждым пунктом размещены, и выбирать то, что вам требуется. И учитываем вот эти вопросики. Это тематическая справка контекстная, которая касается конкретного пункта. То есть мы, если по ней щелкнем, у нас контекстная справочка появится, и мы можем почитать, что это или чего это нужно, если вдруг подзабыли. После того, как мы сходили в раздел НСИ и администрирование, мы можем уже с абсолютной и спокойной совестью переходить в раздел «Склад и доставка». И здесь нас интересует именно то, что мы с вами вначале говорили – рабочее место. То есть у нас блок обеспечения потребностей, и здесь рабочее место, которое позволяет анализировать и диспетчировать, если можно так сказать, собственно говоря, на заказы поставщикам, имеющиеся остатки на складе и так далее. То есть если мы щелкаем по этой ссылке, то мы переходим в журнал, общий журнал заказов, заявок. И здесь есть определенный функционал, мы про него сейчас поговорим, но мы видим все свои заказы. Например, вот если я щелкаю по крестику, то у меня открывается состав этого заказа, и я вижу его состояние, соответственно, обеспечен к такой-то дате, имеется на складе, ну, то есть статус, что по этому заказу происходило. А снова вернемся сейчас с вами к нашей нормативной информации. Это мы с вами разделимся и администрирование сделали настройки, и после этого вышли отсюда и пошли себе спокойно в склад и доставку. А теперь, значит, немножко теоретической информации тоже освежить в памяти. То есть у нас наши заказы, и для того, чтобы построить график производства, и для того, чтобы оперативно переместить нужные материалы, рабочее место состояния обеспечения заказа, вот так длинно называется, и предусмотрено. То есть оно позволяет нам посмотреть, что заказано, что ожидается, что есть на складе, и, собственно говоря, обеспечен или не обеспечен наш заказ. То есть вот функции вы видите на экране, и при желании еще некоторые функции сюда могут добавляться. Рабочее место на самом деле очень удобное, но нужно помнить, что заказы, которые имеют статус не на согласование, то есть еще не согласованы, соответственно, в рабочее место не попадут. Значит, вот этот слайдик нам показывает, где располагается, где запускается это рабочее место, то есть уже под раздел склад и доставка, и конкретно это рабочее место мы вот таким образом можем запустить. Вот слайдик, это то, что мы с вами посмотрели сейчас общий журнал, и вот у меня выделен один из заказов, то есть для демонстрации, что определенные статусы у него на данный момент существуют, например, то есть вот на такую конкретную дату у нас имеется вот такое обеспечение, вот это у нас необходимо обеспечить, и, например, вот этот, вот это появится у нас тоже, то есть у нас, если мы переходим в демо-базу, то у нас не совсем все помещается в слайд, потому что на самом деле, как вы видите, достаточно большая табличка, то есть у нас позволяет смотреть заказ на поступление, то есть какие документы у нас сопровождают обеспечение, то есть мы заказали уже поставщику, вот необходимые нам материалы, и они будут обеспечены вот к такой конкретной дате. Ну и, соответственно, если еще не поступило, то мы пока ожидаем. Или если поступил товар, то мы уже видим статус, то есть, например, он в реверме. Вернемся к нашим слайдикам, и немножко теоретической, так сказать, базы. То есть у нас есть такая колонка, которая называется «Состояние», и у нее доступны такие значения, то есть в резерве обеспечен на складе, это мы только что посмотрели, обеспечен к какой-то конкретной дате, ожидается по неподтверденному заказу, то есть если нам заказчик еще не подтвердил, обеспечить это уже для тех позиций, которые в заказе стоят как к обеспечению, и не обеспечивают, то есть в принципе не требуется обеспечение. Значит, сейчас я вам покажу слайдик, который демонстрирует выдержку из этой таблицы, то есть вот у нас колоночка «Состояние», и вот специально выделили на слайдике разные значения, которые она может принимать. И мы также видим заказ на поступление, который отправлен поставщику, и в каком это состоянии у нас находится. Возвращаемся с вами в демо-базу, и снова вот таким образом мы с вами видим, что сейчас смотрели на слайдике. Обратите внимание, что здесь мы видим журнал, журнал заказов и, соответственно, созданных уже на основании заказов, например, на производство, на продажу от наших клиентов. То есть чаще всего это материалы, которые получают от клиентов менеджеры. И, собственно говоря, вот этот журнал приспособлен в основном для менеджеров, для начальников отдела продаж, то есть для того, чтобы отслеживать состояние своего заказа, когда он будет принят в производство, когда он сможет быть готов к отгрузке и так далее. И вот здесь у нас есть клавиша резервировать на складе, и практически только клавиша еще, мы про нее поговорим. И вот такая гиперссылочка, это состояние. То есть мы можем по этой гиперссылке перейти. И, собственно, вот эти состояния, которые мы с вами только что проговорили, здесь отражены, и мы можем выбрать или посмотреть, то состояние отфильтровать по какому-то конкретному состоянию, например, ожидается, и просмотреть более подробную информацию. Теперь мы с вами вот так вернемся к нашим слайдикам. И, собственно говоря, здесь не так уж много мы можем говорить про это рабочее место, но, тем не менее, оно очень интересно. В каком плане? Потому что это оперативный контроль. И, значит, состояние обеспечения заказов, мы уже с вами посмотрели, откуда оно нам доступно, что в нем есть клавиши резервирования, и мы можем смотреть заявки на поступление. Но, естественно, с ним могут работать только те сотрудники, которые имеют право доступа. То есть у одних может быть только просмотр, у других доступно редактирование. И здесь есть один такой интересный момент. То есть вот эти команды, допустим, работают по номенклатуре выбранной строки. Что это обозначает? Это вот что обозначает. То есть если мы находимся в этом списке, то вот, например, если я устанавливаю на эту строку курсор и нажимаю резервировать на складе, то у меня работа, извините, выбрала вот так вот. Резервировать на складе, появляется вот такое окошечко. На самом деле это окошечко позволяет мне зарезервировать этот товар, если он на самом деле есть, или перекинуть резерв, например, с других заказов, если я знаю, что эти заказы, под них вылез резервированный материал, но они, например, будут выполняться позже, чем нужен мне заказ. В этом случае у меня вот в этой табличной части будут перечислены те заказы, с которых я могу перебросить сюда нужное мне количество. То есть у меня отражается информация о том, сколько заказано из них, сколько будет зарезервировано. Ну, если я нажимаю кнопочку зарезервировать, то, соответственно, изменится и моя ситуация. И если... Сейчас я вам покажу на слайдике, чтобы нам не терять времени бегать по журналу. То есть если я выбираю, например... Так, это у нас с вами... Сейчас мы посмотрим его заказ. Так, значит, вот здесь отражаются те заказы, те позиции, которые позволяют мне перекинуть, на которые уже создан резерв или имеется уже поступивший товар по данной номенклатуре, то есть по номенклатуре выбранной строки. И в этом случае вот у нас открылась форма резервировать на складе, используя резервы других заказов. И, соответственно, я из этих заказов выбираю тот, который я хочу. Например, у меня было бы доступно по паре штук, а я выбираю одно отсюда, одно отсюда. Ну, собственно, варианты могут быть разные. И, соответственно, переходим мы к нашему... Так... Ну... Возьмем вот, например, вот этот заказ. Сейчас мы не будем его открывать, мы остановимся на том, что у нас есть. То есть, соответственно, я останавливаю на том товаре, на том элементе, который мне надо перекинуть, и я могу посмотреть резерв. Он у меня спокойно остался в резерве. Если я выбираю товар, который у меня еще не обеспечен или будет когда-то обеспечен, например, давайте попробуем. Вот у меня будет обеспечен барбарис. Резервировать на складе. Нет, у меня, к сожалению, нету барбарисок, чтобы их зарезервировать или перекинуть резерв другого заказа. Но таким образом мы можем перемещать из заказа к заказу и достаточно оперативно и комфортно. Есть еще одна тонкость, которая в состоянии обеспечения заказа нам может быть полезна. Вот на этом слайдике мы можем смотреть, контролировать обеспечение заказа еще и с помощью отборов. Я уже говорила, у нас есть кнопочка «Еще». И если мы переходим по этой кнопке, то мы с вами попадаем вот в такой интерфейс. здесь у нас есть возможность настраивать списки. То есть переходим на демо-базу и смотрим кнопочку «Еще». Ну, первая часть – это стандартные функции, собственно говоря, настройки, которые можем мы сами установить. ну, естественно, нужно создать, если нас интересуют какие-то конкретные действия. И вот они, два пункта – «Вывести список» и «Настроить список». То есть если я выбираю позицию «Настроить список», то у меня открывается вот такой интерфейс. И в этом случае я могу, соответственно, настроить и отборы. То есть я могу выбрать, какие конкретно отборы меня интересуют, либо новые добавить. И использовать, естественно, и сортировку, и поиграться, так сказать, с цветом и с выделением. Ну, и если нужно, то сгруппировать по каким-то параметрам, например, ну, по какому-то товару, например, или еще другие варианты группировок. То есть, в принципе, это обычное состояние, когда мы настраиваем список и потом этот список выводим на печать. Иногда это бывает более комфортно, чем по экрану, скажем так, искать. И кроме того, мы можем этот список отправить кому угодно. Например, я не буду редактировать, показать ли я список. Вот такой составила. Это у меня в экселевском формате. В экселевском формате я могу еще заниматься, позаниматься редактированием. И, соответственно, в этом случае у меня уже будет комфортная работа с экселевским файлом. Теперь у нас с вами возникает такой момент. Сейчас еще раз переключимся. что, собственно говоря, мы сделали настройки, мы сделали оперативно, перекинули, например, резервы, посмотрели, что к чему. и в любом случае нам нужно получить отчетность по нашим данным, то есть по этому рабочему месту. мы можем получить достаточно много на самом деле отчетов. То есть в разделе, в подразделе складки, доставка, у нас есть раздел отчеты по складу. И вот здесь мы с вами можем посмотреть много товаров, достаточно много и по резервированию, что у нас зарезервировано. И вот такой отчет остатки и доступность товаров. То есть что у нас зарегистрировано, что у нас обособлено под какие-то уже заказы, что, например, в свободном доступе, без резервов. Если мы формируем, я пока сниму эту отметку, ну, соответственно, можно по номенклатурным группам, по складам, если мы без ничего не заполняем, то мы получим по всем складам, по всем номенклатурным позициям. Отчет будет выглядеть вот таким образом. То есть, соответственно, если необходимо, например, это в разрезе складов, то есть по каждому складу я могу посмотреть, открыть и посмотреть, что у меня есть сейчас, то есть какое количество и что из этого количества мне доступно на данный момент. И, ну, вот в основном у меня здесь нет резервов никаких. Что я ожидаю? То есть я ожидаю, вот, например, поступления комбайнов. У них нет резерва, и мне всего, значит, должно хватить. Ну, и, соответственно, здесь у нас отражается или дефицит, то есть мне не хватает, например, для обеспечения, или у меня все в порядке, и хорошо сработали снабженцы, и все как бы у нас в срок и по графику. Значит, это наиболее как бы показательный отчет. Значит, здесь у нас есть меню настройки, и мы можем выбирать вот такие настройки. То есть если у нас расширенный, собственно говоря, вариант, то мы можем, соответственно, что-то добавить и обычными правилами настройки отчета воспользоваться. Сейчас мы снова перейдем в наши слайдики. Это вот у нас слайдик, который демонстрирует отчет, который мы только что посмотрели. И еще один отчет, который, в принципе, нам в этом случае может помочь и достаточно сильно, это отчет, который расположен в другом разделе. То есть в нашем случае это раздел регламентированный учет и отчет сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. То есть мы с вами в начале самым говорили, что у нас данные оперативного учета и регламентированного могут не совпадать. Потому что в регламентированном учете мы списываем, допустим, на финансовый результат какие-то ТМЦ, а в оперативном учете, естественно, это отражается по-другому. И вот в этом случае отчет сверка данных оперативного и бухгалтерского учета мне может показать достаточно наглядно, где у меня какой дефицит и какие расхождения. То есть, как вы видите, здесь по оперативному учету, по бухгалтерскому учету и разница. То есть если у меня есть разница, значит, я либо какие-то документы забыла провести, либо у меня что-то не так, и мне надо искать, где я допустила ошибку. Значит, повторюсь еще раз, мы с вами работали в разделе склад и доставка. Рабочее место состояния обеспечения заказов у нас находится вот в этом блоке. Блок – это обеспечение потребностей. И мы использовали для того, чтобы получить отчеты по этому рабочему месту. Вот эти отчеты по складу и, соответственно, остатки доступных товаров. А в соответствии сверка оперативного учета и бухгалтерского учета нам доступно в регламентированном учете. И в блоке отчеты – это вот данный отчет, сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. Ну, поскольку сейчас у нас с вами идет отчетный период, то есть до 25 числа, до сегодняшнего дня мы с вами должны сдать достаточно много регламентированной отчетности, то я хочу немножко остановиться на регламентированной отчетности. Вот в каком ключе. У нас с вами, ну, естественно, сейчас все работают через единый налоговый счет. И мы сейчас даем отчетность, которая будет участвовать, вот тоже налоги начислены и на едином налоговом счете. Поэтому мы поговорим вот про какой сервис, который есть сейчас. То есть в ЕРП у нас есть раздел «Единый налоговый счет» и здесь есть личный кабинет по единому налоговому счету. Но этот кабинет у нас доступен только в том случае, если мы используем еще одну доработку, то еще один сервис, который называется 1С-отчетность. То есть 1С-отчетность – это не только блок, который входит вот, перечисленные здесь позиции, но и сервис. Если я перехожу, например, в раздел «Рекламентированные отчеты», то есть это общий журнал составленных отчетов, вот таким образом, то вот он, рекламный баннер, которым программка мне охватывается, что она может вот с такими фискальными органами поддерживать напрямую отношения, минуя оператора фискальных данных. Поподробнее про это можно почитать вот по такой ссылке и подключиться, в общем, совсем ничего не стоит по вот этой кнопочке. На самом деле в этом блоке ветчины есть небольшая ложка дегтя. На самом деле сервис это действительно очень интересный, но он доступен только тем пользователям, у которых ИТС подписка проф, то есть, соответственно, в этом случае предприятие может подключить этот сервис бесплатно, но, внимание, для одного юрлица, то есть если у вас несколько юридических лиц, то одно вы можете подключить бесплатно, а остальные за денежки. Правда, денежки не слишком большие, то есть на год подписка, в зависимости, конечно, от лицензии, стоит порядка 4 800, и, ну, если на каждый месяц эту сумму разбиваем за год, то получается вполне себе такая сумма, которую можно позволить. Если у вас подписка техно, то в этом случае бесплатного подключения у вас нет, у вас только за денежку. А зачем мне нужен вот этот сервис, сервис 1С отчетность, для того, чтобы, если я хочу себе личный кабинет в налоговой инспекции по единому налоговому счету, то если я перейду сюда, вот такое диалоговое окно появится, выбираю организацию, бегу дальше, уже, а мне программа скажет ничего подобного. То есть, для того, чтобы подключиться к личному кабинету, по единому налоговому счету у меня должна быть подключена 1С отчетность сервис. В этом случае у меня будет возможность использовать этот личный кабинет. Он очень удобный, в нем, в принципе, предельно понятно, что у нас, куда пошло, но дополнительно, вот, за денежку. Если я по этой ссылке перехожу, нажимаю 1С отчетность, не поверила, что меня программа не пустит, она меня действительно не пускает, предлагает познакомиться с тарифами. Ну, и тут я вижу, где я была недобросовестна, то есть, при заполнении программы, что я схалтурила. То есть, видите, у меня есть поля с красным подчеркиванием, это значит, они обязательны для заполнения, и при начальном заполнении я должна была эти сведения внести. А, соответственно, если я торопилась и не внесла, то теперь мне придется в режиме ручного редактирования эти сведения доносить. Если я буду, то есть, не подключаться к 1С отчетности, а готовить какие-то конкретные документы, например, декларации или еще что-то, то у меня, естественно, в декларациях будут пропущены эти поля, они будут заполнены, и мне придется в ручном редактировании, в режиме ручного редактирования это исправлять, что займет гораздо больше времени, ну, и, соответственно, компенсировать мою недозабросовестность, придется, опять же, мне самой. Здесь достаточно понятный интерфейс, то есть, что необходимо заполнить, и, собственно говоря, видите, у меня не заполнены руководящие лица, которые имеют ОЦП, что, соответственно, достаточно серьезное упущение. И хочу обратить ваше внимание, что сертификаты и подписи у нас сейчас, мы не можем, естественно, выбирать какие-то дополнительные организации, то есть у нас только инспекция налоговая это делает. так, это мы с вами посмотрели, это мы можем уже закрыть, нет, мы не будем сохранять, это мы с вами посмотрели единый налоговый счет в разделе регламентированный учет, он у нас вот тут живет в разделе единый налоговый счет. Личные кабинеты, как вы видите, у нас есть разные другие, у нас есть личные кабинеты и для сотрудников, находятся они в разделе кадры и заработная плата, то есть, видите, личный кабинет сотрудников у нас есть и так далее. Но, нас интересуют личные кабинеты для организации, они находятся в блоке 1С отчетность и мы можем посмотреть, какие кабинеты использовать вот по этой ссылочке. Обратите внимание, эта ссылка у меня доступна и из общего журнала меню и если я перехожу в раздел регламентированных учетов, у меня это меню перемещается в верхнюю линейку и вот я вижу личные кабинеты. На самом деле личные кабинеты не все у нас здесь давно живут. Ну вот, это напрямую с налоговыми органами, личный кабинет налогоплательщика и индивидуального предпринимателя и юрлица. Но здесь нет информации по единому налоговому счету. Она у нас, как вы уже раньше сказали, находится в разделе единый налоговый счет. Хочу заострить ваше внимание вот на чем. То есть у нас сейчас очень много появилось новых сервисов и отчетов, но хочу я обратить ваше внимание собственно говоря на два. То есть СФР, то есть это бывший ФСС, ну то есть до объединения фондов пенсионного ФСС, он был такой, а сейчас выделен личный кабинет и нам интересен тем, что позволяет в электронном виде отслеживать электроны лески нетрудоспособности. То есть у нас с вами сейчас только электроны в электронном формате лески нетрудоспособности. И соответственно если какая-то переписка, то есть например социальный фонд запрашивает у вас какие-то сведения или пишет что какие-то ошибки в отчет в отчетных данных, то здесь вы можете это быстро видеть. И все социобеспечение, которое сейчас достаточно сильно изменилось, то есть изменились пособия, изменились суммы пособия, то есть вот этот вот раздел личный кабинет именно вот в этом фонде социальный фонд России сейчас очень востребован и собственно говоря не так сильно востребован но опасен со стороны штрафов портал статистики, то есть личный кабинет статистики. Почему опасен? Потому что только в этом году в 24 статистика прислала достаточно много отчетов, которые требуются ей сдавать, если ваше предприятие попало в какие-то выборки. И соответственно если вы не сдавали раньше этих отчетов, а тут вдруг попали, то вам нужно обязательно проверить, что вы должны сдавать, в какие выборки вы попали и сделать это можно, если вы зайдете на портал и соответственно введете свой ИНН и посмотрите, что вы сейчас должны сдавать. Потому что уже практически два года статистика реально выставляет штрафные санкции. Если раньше это носило более декларативный так сказать характер, то последние полтора года точно уже статистика применяет штрафные санкции, которые достаточно серьезные, то есть за несдачу или за нарушение сроков сдачи отчетности штрафные санкции могут быть до 70 тысяч, а при повторном правонарушении у вас эти штрафные санкции увеличиваются уже до 150 тысяч. И соответственно если мы не хотим нарваться на такие штрафы, то проще потратить 5 минут и посмотреть по ИНН под какую отчетность вы попали. На самом деле отчетность связана очень много отчетности связано с штатом, с фондом оплаты труда, с условиями труда, с аут. Ну то есть посмотрите, подстрахуйтесь. Так, мы закроем эти отчеты. И что еще можно сказать по складу, по подразделу склад и доставка, то есть мы с вами естественно настройки, когда мы смотрели, то есть НСИ и администрирование, практически во всех разделах существуют грубые настройки, так сказать, которые располагаются в разделе НСИ и администрирование, то есть вот склад, доставка, например. И есть настройки, которые мы из самого подраздела, так сказать, делаем уже более тонкие настройки, и это вот таким образом выглядят настройки и справочники, например, в разделе продажи у нас с вами есть целый блок НСИ продаж, закупки, это у нас есть тоже НСИ закупки, склад с доставкой, мы уже смотрели, в производстве свои справочники, которые необходимо заполнять, то есть алгоритм работы у нас такой, мы делаем настройки, которые активируют какие-то функциональные опции в разделе НСИ и администрирование, потом мы заходим в нужный нам подраздел и настройки и справочники, которые есть в этом подразделе, соответственно, мы их настраиваем, то есть настраиваем путем перехода по гиперссылке и собственно говоря, это уже касательно нашего бизнес-процесса и после этого мы можем использовать либо рабочие места, либо какие-то другие документы, например, в основном чаще всего рабочие места выделены жирным шрифтом, но вот, допустим, из состояния обеспечения заказов у нас рабочее место, но оно не выделено и после того, как мы работаем с этим рабочим местом, мы можем использовать отчеты по складу и уже у нас отчетов достаточно много, то есть остатки доступных товаров это у нас самый такой ну часто используемый, наиболее информативный, скажем так, но есть еще один отчет который в принципе я хотела бы показать он имеет такую фактически чисто управленческую ценность это отчет товарный календарь то есть если мы по этому по этой ссылке переходим то мы увидим вот такой вот отчет который показывает своевременность поставок что мы ожидаем в ближайшем будущем и с разбивкой ну мы задаем период какой и соответственно увидим всю номенклатуру и здесь у нас доступны функции то есть мы можем свернуть уровни группировок и до какого момента ну я до склада выберу то есть у нас закрылась наша табличка и нужный раздел мы можем открыть и посмотреть и как вы видите у нас вот здесь вот есть цеховая кладовая и вдруг почему-то у нас минусовые остатки то есть соответственно это сразу сигнал что же это у нас такое и сигнал к тому что здесь что-то не так и нужно срочно принимать меры это у нас был подраздел склад и доставка отчеты по складу ну и естественно если вас интересуют какие-то другие отчеты то вы можете ими воспользоваться но вот как я уже сказала остатки доступность товаров это наиболее информативный и чаще всего используемые товары ну и соответственно если вы например работаете с эскарапортом то вот этот товар остатки товаров по срокам годности практически тоже в ежедневном пользовании находится вот мы сформируем сейчас чтобы посмотреть ну у меня период задан такой что данных не было нет ну во всяком случае у нас где в каком складе хранится и сроки годности и сколько осталось дней до срока годности и соответственно там 3, 5, 7 и так далее если мы работаем с товарами которые имеют сроки годности ну например молочные товары там или еще какие-то аналогичные то в этом случае нам вот этот отчет будет очень необходим так значит это мы с вами посмотрели отчетность по срокам годности и здесь еще один момент хотелось вам напомнить о том что у нас сейчас анонсировано правительством и практически во всех информационных ресурсах уже освещается это налоговая реформа естественно она будет освещена и в конфигурациях 1С но для того чтобы своевременно без скажем так без нервотрепки и всего остального к ней подготовиться сейчас уже много комментариев о том что НДФЛ изменяется о том что упрощенка изменяется практически становится режимом абсолютно иным что налог на прибыль изменился все эти изменения у нас требуют изменения учетной политики и я просто хотела напомнить про учетную политику и про то что мы как мы ее меняем учетная политика у нас с вами доступна в разделе НСИ и администрирование и здесь у нас с вами ну если у меня включен мультифирменный учет то есть много организаций то меню организации а если у меня не стоит что многофирменный учет не доступен то это будет мое предприятие ну вот организации я сейчас выведу список своих организаций и если я захожу то я попаду в карточку организации и здесь у меня есть закладка учетная политика и налоги зарплаты и кадры то есть вот эти две закладочки можно будет обязательно корректировать можно сделать это и сейчас но напомню что 1С ЕРП имеет такую особенность то есть в бухгалтерии у нас каждое юрлицо имеет индивидуальную учетную политику а здесь мы можем создать одну учетную политику например у нас несколько юрлиц работают на упрощенке то есть мы можем создать для них единую учетную политику и повинять к действию для разных организаций и значит если мы сейчас создали учетную политику немножко заранее то мы можем задать с какой даты она действует и соответственно корректировка у нас будет касаться вот этой позиции то есть система налогообложения система финансового учета учетная политика касательно бухгалтерского учета и налога на прибыль и НДС то есть как вы видите практически это вся учетная политика та же самая история у нас на закладке зарплата и кадры мы с вами будем менять и собственно говоря новые ставки по НДФЛ и обязательно просмотреть то что здесь указано бухг учета выплаты зарплаты и еще один момент то есть мы обязательно в обязательном порядке должны ввести военный учет то есть соответственно у нас с вами должен быть указан что предприятие ведет воинский учет и тогда в разделе зарплаты в разделе кадра у нас с вами появляется дополнительно такой дополнительно раздел воинского учета и мы должны будем его соответственно заполнять чисто административные действия нам в этом случае потребуется приказ об утверждении учетной политики датированный декабрем месяцем и соответственно в этом случае мы распечатываем нашу учетную политику распечатываем приказ который вводит в действие эту учетную политику напомню этот приказ должен быть датирован не позднее 31 декабря потому что если мы датируем ее 1 января то это будет учетная политика которая вводится в действие на следующий год то есть на не на 25 а на 26 и после того как все эти административные действия выполнены мы с вами будем считать что мы уже готовы реформы и соответственно настраиваем свои организации то есть нашу учетную политику можем распространить на те организации которые применяют аналогичные налоговые системы на этом к сожалению наша встреча уже заканчивается и я перехожу в наши слайдики и собственно говоря я хочу вернуться к начальному слайду то есть напомнить вам наши контактные данные и еще раз предложить вам собственно задавать ваши вопросы задавать темы которые вам интересно было бы послушать на вопросы мы с удовольствием ответим любым удобным для вас способом что по электронной почте что по телефону только в этом случае у нас будет больше времени для ответа мы не будем так лимитированы и мы будем рады оказаться вам полезными в любых других ситуациях на этом компания Кодерлайн благодарит вас за внимание за уделенное нам время всего доброго хорошего вам дня спасибо